Добило в России с далеких времен, чем выше давление, тем крепче ветром. И если опасность держали красит, становится родина, как мамонит. Вот так студенты решили поддержать тех, кто пришел сдать кровь в национальный день донора. На праздник пригласили всех – школьников, студентов, жителей города. Правда, откликнулись лишь те, кто был уверен в своих силах. Владимир Медведев впервые сдал кровь в прошлом году. Его желания поддержали и в семье. Просто захотелось. Поэтому посчитал то, что нужно. Плюс у меня отец практически почетный донор. Он меня тоже на это все подбадривал. Поэтому такая тема довольно-таки интересная. По Мордовии кровь у нас сдается не сильно в больших количествах. Вследствие того, что люди какие-то боятся, какие-то просто не хотят. Поэтому поддержать нашу республику хочется. Донорскую акцию к национальному празднику в Саранске проводят не впервые. Не многие знают, но этому дню предшествовали события, которым уже 191 год. Начало положил петербургский акушер Андрей Вольф. Именно он впервые использовал систему переливания крови от донора. А официально в России праздник был утвержден в 2007 году. И хотя крови и ее компонентов в Мордовии сейчас хватает, цели у организаторов масштабные. Мы обеспечиваем полностью все заявки медицинских организаций. Но вот такие акции, большие мероприятия пропагандистские проводятся не случайно. Нам нужно поддерживать участие молодежи, особенно в донорстве, чтобы у нас заявка была на будущее. То есть, чтобы в будущем мы никогда не нуждались. Мы их привлекаем с молоду, и они будут в дальнейшем ходить и пополнять банк крови региона. Благодаря акциям в Мордовии фиксируют рост донорской активности. А за последние несколько лет доноров не только стало больше, но они еще и помолодели. Сегодня средний возраст от 25 до 35 лет. Но начинают все раньше, еще со студенческой скамьи. Я пришел первый раз, я не боюсь, я не хочу говорить, что этому может бояться каждый, но нет, сегодня нет. В нашей стране в переливании крови нуждаются более полутора миллионов пациентов. И даже если крови в медицинских учреждениях достаточно, предсказать потребность больниц в донорской крови невозможно. Так что доноров всегда ждут, и не только в дни акций. Наталья Тюрина, Евгений Фролкин. Наш Новости.